здравствуйте сегодняшняя тема лекции мехатронная техника основные вопросы сегодняшней лекции мехатронная техника станки числовым программным управлением накопитель на жестких дисках винчестер мехатронная техника в настоящее время трудно указать сферы деятельности человека в которых не применялась по технические результаты мехатроники ниже приведены лишь некоторые из сфер деятельности в которых продукт мехатроники и мехатронные технические системы и устройства занимают важное место мехатронным техническим системам применяемым на производстве относятся промышленные роботы, станки с программным управлением, автоматические линии и так далее. В дальнейшем роботы как наиболее типичные мехатронные устройства и как продукт робототехники будут рассматриваться достаточно подробно. По этой причине здесь в качестве примера мехатронных устройств остановимся на описании некоторых примеров мехатронной техники. Станки с числовым программным управлением нашли широкое применение в производстве. В зависимости от вида операций, производимых на станках, станки с числовым программным управлением подразделяются на следующие технологические группы. Это у нас токарные, фрезерные, серверильные, координатные, ростоточные, фрезерные, ростоточные, шлифовальные, многоцелевые и так далее. Внедрение станков с числовым программным управлением является одним из главных направлений автоматизации среднего и мелкосерийного производства. Современные станки с числовым программным управлением представляют технологическую мехатронную систему. В состав станков с числовым программным управлением, как и всякой мехатронной системы, входит управляющий комплекс, который представляет совокупность технических средств, микроэлектроники и программно-аппаратных средств, исполнительные устройства в виде разных приводов, исполнительный механизм в виде конструкции станка, информационно-измерительная система и система коммуникации. Станки с числовым программным управлением. В связи с внедрением микропроцессора на компьютерных комплексов и компьютеров для управления техническими системами наибольшее распространение в настоящее время находит управление числовым программным управлением. Это у нас CNC в сочетании этого класса и с другими. Эти учебу позволяют в период эксплуатации изменять и корректировать управляющие программы, обработки деталей, а также программы функционирования самой системы. Система управления класса CNC позволяет в режиме диалога и обучения производить доработку и отладку программы управления. Просматривает результаты в виртуальном режиме. У ЧПУ, система числовое программное управление этого класса имеет программы адаптации и возмущающие факторы, а также дает возможность производить контроль и диагностику оборудование, в частности дистанционно. Здесь компьютер верхнего уровня выделяет управляющую программу, которая содержит укрепленное кодирование, описание всей стадии геометрического и технологического образования деталей. Человекомашинный интерфейс входит дисплей, клавиатура, пульты обучения и ручного управления и т.д. Графический дисплей позволяет корректировать размер деталей, изменяя данные управляющие программы. В качестве устройства хранения информации используются дискеты, винчестеры, компакт-диски, флеш-карты. К устройствам ввода-вывода информации относятся клавиатура, сидером и другие. Интерполяция выполняется с тем, что с достаточной точностью получить координаты промежуточных точек траектории движения управляемого объекта по координатам крайних точек и заданной функции интерполяции. Если компьютер управления представляет управление на токсическом уровне, то интерполяция и управление представляют управление на исполнительном уровне конкретным мехатронным модулем движения привода. Управление главным приводом заключается во включении и отключении привода и только иногда управление углов поворота. Более сложным является управление подачей, которое зависит от количества управляемых движений координат станка. Управление следующими приводами иногда предусматривает адаптацию по возмущению. Кроме того, программа управления на исполнительном уровне организует вспомогательный режим, а именно согласование по сигналам с датчиками обратной связи, установка системы привода, фиксированный ноль, контроль за координатами, автоматический выход привода в режим торможения и т.д. Логические последовательности представления управления, которые включают и выключают технологические узлы. Задача обработки деталей на стайках и с числовым программным управлением решается обычно в следующей последовательности. Разрабатывается компьютерная модель деталей, например, среди автокад. Разрабатывается технологическая карта обработки изделия. Составляется управляющая программа, применительная к конкретному станку. Потом осуществляется автоматическая загрузка программы. Потом дальнейшее управление осуществляется управлением числовым управлением, вплоть до окончания технологической операции с контролем соответствующего заданным требованиям. Потом исполнительные устройства места НК с числовым программным управлением. Является главный привод, привод подач, приводы вспомогательных устройств и т.д. Теперь остановимся на следующей тенденции развития станков. Основные тенденции развития станков с числовым программным управлением. Это у нас создание, применение электронно-вычислительных машин, контроллеров, микропроцессорных комплексов, применение электроавтоматики станка, числовым программным управлением микроэлектроники, введение в систему станка диагностических устройств, широкое внедрение автоматизированных самопроиспосабливающих устройств, обеспечивающих автоматизацию управления и обработку деталей, создание числовых программных управлений. Управление от ЭВМ, комплекса станков и роботов, складов, транспортных линий и контрольных устройств, обеспечивающих коррекцию погрешности станков, планирование контроля за работой производительного участка, внедрение автоматизированного привода с большим диапазоном, без ступенчатого регулирования, частоты вращений шпенделей, применение более совершенных преобразователей и двигателей. Это все у нас тенденции развития станков числовым программным управлением. Теперь остановимся на накопителях, на жестких дисках, венчестерах. Различные мехатронные изделия отличаются отношением в этих электронно-технических системах роли и содержания механической части к электронной. Например, в некоторых системах управляющая функция является клавенствующей, а механическая часть обеспечивает вспомогательную функцию. К тому мехатронные устройства можно отнести применяемого в компьютерах в качестве носителей информации, венчестера, дисковода, гипотехдисков и дисковод компакт-дисков, CD-ROM, имеющие подобные функции. При разработке первой модели компьютера IVMPC в нем не был предусмотрен встроенный венчестер, однако уже в следующей модели он был установлен в компьютере PC-AT. Венчестер уже являлся основным средством повышения эффективности компьютера. Пользователям не требовалось больше загружать операционную систему с дискет и искать каждый раз новую дискету при начале работы с какой-либо программой. Возможность хранения на встроенном диске больших объемов данных и программных программ значительно расширился диапазон использования персональных компьютеров. Сегодня HDD стал неотъемлемой частью любого компьютера. Современный венчестер представляет собой сложную мехатронную систему. Это мы знаем все. Например, на виде винчестера со снятой головкой показаны основные узлы винчестера. Это блок дисков, головки чтения записи, управляющая электроника, привод головок. Рассмотрим ряд узлов более подробно. Основным исполнительным устройством является привод шпенделя и привод повторного рычага головок. Привод шпенделя включает двигатель, находящийся под блоком дисков и создающий магнитное поле. Это достигается размещением по окружности двигателя нескольких обмоток, через которые при помощи специальной схемы по очереди пропускается ток. На самом шпенделе закреплен постоянный магнит, который под действием этого поля тоже начинает вращаться, раскручивая дисковый блок. Для перемещения повторных рычагов головок используется так называемый линейный двигатель, подобный звуковой катушке, который не имеет какой-либо дискретности, а установка на дорожку производится по сигналам, записанным на дисках, что дает значительное увеличение точности привода и плотность записи на блоках. Линейный двигатель представляет собой две обмотки, закрепленные на противоположном головке конца рычага, который находится в поле постоянного магнита. При прохождении тока через обмотки создаются второе магнитное поле, взаимодействующее с первым и стремящееся установить повторную систему старого определенного положения, зависящей от силы и полярности тока в обмотках. При плавном изменении тока система рычагов будет плавно поворачиваться вокруг своей оси, перемещая головки по дуге, близкой к радиусу дисков. Фиксация системы рычагов в исходном положении посадочной зоны производится с помощью магнитной защелки, которая в крайней мере внутреннее положение головок притягивается к поверхности статора и фиксирует рычаг в этом положении. Это так называемое парковочное положение головок, которые при этом лежат на поверхности диска, соприкасаясь с нею. При запуске винчестера схема управления линейным двигателем открывает фиксатор, подавая на двигательный усилительный импульс тока, посадочной зоне дисков информация не записывается. Управляющий комплекс винчестера представляет собой самостоятельный микрокомпьютер с собственным процессором, памятью, устройствами ввода, вывода и т.п. Его основные функции – диагностика всех систем при подаче питания, слежение за работой исполнительных устройств, нахождение необходимых данных на поверхности диска, композиционирование головок, исправление ошибок чтения с поверхности диска, обмен данными контролем жестких дисков и перекалибровка следящих систем, необходимые при изменении температурного режима, парковка головок, перемещение их в посадочную зону при неожиданном включении питания, введение учета рабочих параметров, технологии самостоятельного следующего анализа и отчетности, усиление и распознавание сигналов. Сегодняшняя тема лекции подошла к вамцу. Вам представлены здесь вопросы для самопроверки. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...